МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Езжу с семьей в леса, на рыбалку, и поэтому мне как-то было проще сделать фотографии, потому что я знаю местность. Работы юных фотографов отправятся на международный этап конкурса. Любовь и доброта, она, конечно же, спасет мир. Дошкольники отметили православный праздник. Это я родители сюда притащила. Мне очень нравится играть, играть не одной. Выпускной вечер в музыкальной школе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области 28 мая стартовал основной период государственной итоговой аттестации, который продлится до 2 июля. Заявление на сдачу единого государственного экзамена подали свыше 4,5 тысяч смолян. Математику ребята сдали 30 мая. Экзамен по русскому языку пройдет 6 июня. Что касается предметов по выбору, то, по данным профильного департамента, наибольшее количество участников зарегистрировано на общество знания – свыше 3 тысяч человек. Первые тестирования прошли в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений регламента. А в Десногорске сегодня сдают экзамены выпускники девятых классов по профильным предметам. Подробности далее. Утром 31 мая экзамены проходили в третьей школе. Всего девятиклассникам необходимо сдать 4 экзамена. Два обязательных – по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору. В школе идут выпускные экзамены. При входе выпускников строго досматривают. Запрещены любые мобильные устройства. С собой можно взять только чёрную гелевую ручку и паспорт. Сотрудник полиции проверил каждого ручным металлоискателем. И все собрались в аудитории подготовки. Здесь они предъявили паспорта и сели за парты. Заполнили бланки регистрации. А организаторы рассказали о поведении во время экзамена. О количестве выпускников, сдающих экзамены, нам рассказала руководитель пункта основного государственного экзамена Ольга Износова. Сегодня у нас сдают 111 человек девятиклассников по обществознанию и 26 человек по биологии. То есть в общей сложности у нас 137 учащихся в нашей школе. Экзамен длится три часа. Экзамен по выбору. Поэтому я надеюсь, что ребята подошли со всей ответственностью. Поэтому они выбрали этот экзамен. Значит, они готовы, должны написать успешно, я полагаю. Результаты каждый выпускник сможет узнать через 10 дней в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена. В Десногорске 20 июня состоится личный приём граждан заместителям губернатора Смоленской области Василием Анохиным. Также будет осуществляться оказание гражданам бесплатной юридической помощи. Приём будет проводиться в здании администрации. Кабинет 225. Запись по телефону, который вы видите на экране. А сейчас криминальные новости. В Вяземском районе разыскивают водителя, сбившего на зебре мать с шестилетним ребёнком. Инцидент произошёл на одной из центральных улиц города. На кадрах камеры видеонаблюдения запечатлён момент наезда. Женщина с девочкой вышла на пешеходный переход, как вдруг белая иномарка, проезжающая рядом, задевает людей крылом автомобиля. Как сообщает пресс-служба МВД, ребёнок не пострадал. А женщине потребовалась госпитализация. Виновника аварии разыскивают. Детский творческий фотопроект в объятиях природы проходит в городах присутствия госкорпорации «Росатом» уже второй год. Учредитель проекта – фонд содействия развитию муниципальных образований Ассоциация расположения атомных электростанций. Старт этому проекту был дан в апреле прошлого года. Ориентирован он на детей от 14 до 17 лет. По условиям, начинающие фотохудожники должны в своих произведениях показать красоту городского пейзажа или дикой природы мест находящихся в 30-ти километровой зоне АЭС. В конкурсе приняли участие 36 учеников Десногорских школ. На суд жюри юные фотографы представили 140 снимков. 28 мая в Центре общественной информации «Смоленская АЭС-Нейтрина» состоялось награждение. «Работы были хорошие, работы были очень хорошие. Несмотря на то, что это не конкурс профессионального фото, но мы видели фото очень достойные, очень хорошо сделанные, продуманные. Видно, что это не просто случайный кадр. Видно, что дети увлекаются фотографией. Они знают, как делать хорошее, качественное фото, которое вызывает у зрителей интерес». Все участники конкурса в торжественной обстановке получили памятные подарки от Смоленской атомной электростанции. Десять авторов отмечены поощрительными призами. Фотоработы трёх победителей – это Ирина Шмыканова, третье место, Дмитрий Нестеров, второе место и Мария Венерцева, первая – отправятся на заключительный международный этап конкурса, по итогам которого авторы лучших снимков получат путёвку в экологический лагерь, где будут детально осваивать технику фотосъёмки дикой природы. «Я участвую уже второй раз. В первом году я не заняла позового места, и поэтому решила участвовать в следующем. На моих фотографиях изображена утка, и в лесу я нашла жука майского, и возле которого муравьи. Это выглядит немного жестоко, но такова природа». Комитет по образованию благодарит всех педагогов, помогавших ребятам подготовить работу к конкурсу, и участников муниципального этапа второго международного конкурса детских фотографий в объятиях природы. И надеется, что в следующем году проект будет иметь продолжение. 30 мая волонтёры совместно со спортсменами города приняли участие в субботнике на баскетбольной площадке 4-го микрорайона. Он организован в преддверии Международного дня защиты детей. Ребята собрали мусор, вымели прошлогодние листья и перевели в должный вид дорожку внешнего периметра баскетбольной площадки. Сделать свой город чище, освободить лесную зону от грязи, подготовить площадку для праздника является священным долгом каждого волонтёра. Патриотическое воспитание детей – одна из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения. Огромную роль в становлении личности патриота играют впечатления, полученные в детстве. Проведение народных праздников, занятия по ознакомлению детей с бытом и традициями русского народа являются источниками таких впечатлений. Следуя этим традициям, воспитатели детского сада «Теремок» познакомили ребят с православным праздником Троица. Троица – это великий православный праздник. В этот день мы вспоминаем событие, которое произошло через 50 дней после воскресения Христова. Святой Дух сошёл на апостолов, и они отправились проповедовать Христа, воскресшего всем народом. В детском саду на празднике присутствовали воспитатели и дети подготовительных групп. Со словами приветствия к детям и всем собравшимся обратился отец Валерий. Патюшка поздравил душколят с праздником Святой Троицы, рассказав в доступной ребятам форме о событиях радостного праздника. Ни один художник в мире не сможет создать такую красоту, как, например, обычное поле, на котором растут обычные ромашки, одуванчики. Вот какая же это красота, согласитесь. Даже вот обычные листочки, посмотрите, как это красиво. Это всё создал Господь, он величайший художник, и сделал это потому, что нас любит. Ребята этим праздничным утром читали стихи, водили хороводы, участвовали в конкурсах, пели и плясали. С давних пор люди прославляли и оберегали лес, а больше всего народ любил берёзку – символ добра, любви и чистоты. В Троицу нельзя было рубить и ломать лес, за исключением маленькой берёзки. Её наряжали, как красивую девицу, в сарафан, платочек и ходили с нею по домам в гости. Через этот праздник воспитатели знакомят детей с обычаями празднования Троицы, воспитывая тем самым любовь к русской народной культуре, её традициям, уважение друг к другу, заботу о природе. Я думаю, вот эти праздники, вот эта духовность, которую мы пытаемся внести в такие праздники, они, конечно же, они как бы прорастают в каждом сердечке детском. И когда-нибудь они, конечно, дадут свои ростки, добрые плоды, потому что любовь и доброта, она, конечно же, спасёт мир. В заключении праздника, следуя народному обряду, дети с удовольствием украсили берёзку венками и лентами. 28 мая в Десногорской детской музыкальной школе имени Глинки прошёл концерт, на котором выпускникам в торжественной обстановке были вручены свидетельства об окончании школы. В концертном зале школы собрались нарядные выпускники, их родители и преподаватели, с волнением ожидающие начало торжественной церемонии. В этом году выпуск был особенно большим. 39 выпускникам были вручены свидетельства об окончании обучения. Также все ребята были отмечены грамотами за отличную учёбу, активную творческую и концертно-просветительскую деятельность. Выпускники школы поделились с нами впечатлениями. Поначалу всё-таки тяжело, но входишь потом во вкус. Это я родителей сюда притащила. Мне очень нравится играть. Играть не одной из компаний, это детелей. Так очень нравится. Получаю удовольствие. Провела зиму более 9 лет. Сама захотела на скрипку. Это меня не мама привела, а я сама захотела. Поэтому грустно осознавать, что всё закончилось. В праздничную программу вошли яркие, сольные и ансамблевые номера выпускников со своими преподавателями. Прозвучало много тёплых слов в адрес любимых учителей. Выпускники вручали им подарки и цветы. По уже сложившейся традиции, в конце торжественной части ребята выпустили воздушные шары в небо. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин